В Санта-Доминго, фабрику, гальяну. Он там крутил сигары и потом все-таки вернулся в родные пенаты. Сейчас крутит здесь. Продолжает начатое дедом. Кубинский лист, доминиканский. Пахнут по-разному, смотрите, да, аромат разный. Почему? Почему так? Зачем? Чтобы в сигаре был букет, именно букет, да. Если это будет один какой-то лист, это будет невкусно. А вот когда несколько листочков, и смотрите, пока он формирует сердце, а это очень важно, нельзя, чтобы листы преломлялись вот так, нельзя загнуть. Иначе сигара не будет куриться. Только вот отрывает, прикладывает, отрывает, прикладывает. И обратите внимание, видите, нет сердцевины. Почему? Кто знает? Правильно, это правильно. Здесь самая твердая часть, но главное, то, что здесь никотин. В сигарах нет никотина, нет зависимости, нет привыкания. Поэтому вот это убрали, и уже из этих остатков крутят сигары. Вот он, закаточную машинку, у него вышел полу-полуфабрикат. Это не полуфабрикат, это полу-полуфабрикат. Примерный размер сделал, а что бы там ни говорили, девочки, размер важен в сигарах, да. Большие толстые сигары курятся примерно часик-полтора, маленькие тоненькие курятся 20 минут. И потом отправил вот в эту коробочку, закрыл. И вот туда под пресс. Большие сигары, 50 минут, часик должны там отлежать. Да, узкие тоненькие сигарелки, им хватает 20 минут. И вот оттуда уже вышел полуфабрикат. Вот теперь это уже похоже немножко, да, на сигару. Что-то так напоминаю по камере. Джуниор поменял место дислокации. У него здесь столешница. Он достает из волшебного черного пакета вот такой покровочный лист. Видите, он влажненький. Если те листья сухие, то этот влажненький, потрогайте. Это кожа тонкой выделки. Многие страны, которые выращивают свой табачный лист, крутят сигары, они закупают покровочный лист в доминикане, потому что он очень-очень нежный. Он почти прозрачный. И сейчас начнет заниматься. Смотрите, он берет и вырывает сердце листа, жилу. Вот эту. Зачем он это делает? Опять же, здесь никотин. В сигарах не должно быть никотина. Но не выбрасывает. Он, знаете, его дом дружит с домом самого Мальбора. Мальбора. Здесь же есть фабрика Мальбора. И Мальбора, он к нему приезжает, джуниор, говорит, держи, друг мой. Мальбора взвесил все это и ему отслюявил денежку. За вот это. Потому что здесь никотин. В сигаретах есть никотин. Для Мальбора это очень важно, чтобы мы привыкали, и мы покупали еще больше. Поэтому он за это платит нормально. В сигарах нет никотина, к ним нет привыкания, зависимости. Вы можете курить полгода, вы можете покурить одну, вы можете выкурить 10, и у вас нет тяги вот этой, да, зависимости. И смотрите, девочки, кто вот еще не определился со спутником, да, в жизни, обратите внимание на джуниора. Он пеленает примерно 150-200 деток в день. Так что вашего совместного детеныша запеленает вообще на раз. И потом, смотрите, начинает, я называю этот процесс, заморачиваться. Во-первых, берет клей, это производная от сахарного тростника, он очень сладенький, не токсичен абсолютно, я не знаю, или у меня уже как у вас будет, да, произошла адаптация ко всему этому, два раза в неделю кушаю. И сделал пимпочку, пимпочку, крышечку, пимпочку, и опять же все тщательнейшим образом заклеил. Кто знает, зачем он заклеивает? Он столько времени теряет, а? Кто знает? Ага, он дружит, не только с Мальборо, он дружит еще, и такой умница, да, вообще знает, с кем дружить. Он дружит с хозяином вот этого завода. Если джуниор не закроет вот эта пимпочка, да, мы не будем покупать гильотинки, чтобы отчекрыжить эту головку, да, обманывая. Не для этого. Но это, конечно, же вариант, но правда вся в том, что, если не заклеить одну часть, воздух скиркулирует по сигаре, она высохнет, она превратится в северную залому, все. Если заклеить обе стороны, то там будет замкнутый воздух, она просто заплеснет, это будет сигара с антибиотиком. Нам не всегда нужны антибиотики, поэтому одна сторона заклеена, а вторая остается свободной. И джуниор, у него сигары, его бакерок, да, вот такие коробочки, вот такие сигары, и у нас, ребят, джуниор, джуниор предлагает вам попробовать сигарки, поэтому я с тобой говорю. Смотрите, вот такие коробочки, да, деревянные, натуральное дерево, ароматненько, да. И для наших милых, да, у нас сегодня есть, что у нас на пробу? У нас черри сегодня, девочки, здесь есть черри, ваниль, шоколад, манго, да, манго. Чем его сигары отличаются, и чем, что является показателем, что он действительно потомственный стилочек? Смотрите, у него в каждой коробочке есть вот такая штука. Вообще, настоящие ценители сигар, да, они никогда не будут подкуривать от спичек, от зажигалок. Есть специальные зажигалки для сигар, но предпочтительнее все-таки вот такая вот пластинка, да, отрываете часть, ее поджигаете, а потом от нее разогреваете. Нужно разогреть сигару, подкурить ее. Нельзя тушить опепельницу, как сигарету, вы ее убиваете таким образом. Оставили на короткое время, сигара не сигарета, она не будет тлеть, она... Да, здесь ценничек на коробочках, смотрите, это подарочный такой вариант, да, черная? Черная. Так вот, сигару нельзя оставлять надолго, если решили сделать перерыв, допустим, взяли большой размерчик, да, решили сделать перерыв ненадолго, как и женщина, сигара остыла, она потеряла все перерывы.